В имени, чрезвычайно увлекательная книжка о том, как неуютно жить молодому человеку, особенно молодому человеку, ощущающему себя совсем взрослым. Совсем взрослым, но при этом молодому. Человек, который знает, что все уже вроде бы произошло, а между тем с ним еще ничего не произошло. И сюжетное разнообразие героев нашего времени, связанное с ним жанровое разнообразие, потому что там то светское повество, то фантастическое, то кавказское, и демонстрирует эту самую сложность. Герои нашего времени замечательно показывают, как человек неравен себе, при этом это не значит, что он к чему-нибудь приспосабливается, почему он убежден в своей абсолютной индивидуальности, ценности, замкнутости, если угодно, на себя. Это книга для подростков, получается, для совсем юной аудитории? Дело, увы, мы молодыми остаемся очень долго и стареем, правда. Это книга, которую, конечно, лучше читать подростков. Вообще все великие книги лучше читать подростков. Тогда есть что перечитывать. А не начнут ли они пример с Печорина брать? Ну, начнут, а что? В каком смысле? На лошадях хорошо на лошадях ездят. Было похищать. Очень похвально. Значит, было похищать. Можно в вполне определенных условиях. Во-первых, и у Печорина не очень получилось. Так что, скорее, отрицательный пример. Во-вторых, ничего. Те, кто захотя... Условия у нас для похищения были не идеальные. Как-то я не очень по этому поводу волнуюсь. Разумеется, всякий проблемный герой – соблазнительный. Ну, что ж, кто хочет соблазняться, соблазнится, шишек набьет, после этого что-нибудь поймет. Но всякий проблемный герой еще и увиден неглупым автором. Поэтому соблазнится совершенно не обязательно. Не соблазнит герой нашего времени, но проблему поставит, которые и сейчас всех интересуют. Ну, которые интересуют, может быть, не совсем точное слово. Которое у всех есть, вне зависимости от того, насколько они отрефлектированы и обдуманы. Но миновать их довольно трудно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!